Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем цикл концертов. Это первый из трех, которые мы собираемся показать осенью в этом зале. Он называется «Эпоха Висбора». И сегодня мы с вами будем вспоминать песни Юрия Гисбора и его друзей. Второй концерт, который состоится в Цепре, будет посвящен влиянию авторской песни на отечественный кинематограф. Мы будем вспоминать песни из кинофильмов, которые были написаны бардами или были написаны профессиональными композиторами под влиянием бардовской музыки и так далее. Но это такая будет совсем уже хоровая программа, которую нужно будет не столько слушать, сколько петь. Поэтому приходите с друзьями, будет весело. И третий концерт из этого цикла будет у нас называться «Эпоха Куджавы». Мы в нем будем вспоминать песни «Была Куджавы» и песни поющих поэтов, профессиональных литераторов, которые были основоположниками жанра авторской песни. Юрий Висбор и его друзья тоже были основоположниками бардовской песни, но немножко по другой линии. Это такая студенческая линия, очень лихая, очень задорная. И если эпоха Куджавы, она в некотором роде все-таки продолжается и сегодня, поскольку профессиональные литераторы в авторскую песню возвращаются, то эпоха Висбора, наверное, все-таки ушла. Ушла безвозвратно. Но мы ее помним в песнях. Мы ее помним в песнях вот этой дивной студенческой компании, которая образовалась в Московском педагогическом институте в конце 50-х, в начале 60-х годов. И к этой же компании принадлежал замечательный поэт Юрий Ряшинцев, который написал книжку, которая называется вот, когда мне было лет 17, в которой он написал в том числе и вот эту их замечательную студенческую жизнь. Книжку, то есть дали в Минске наши друзья, творческое объединение «Своя среда». В Москве ее нет. Мы ее привезли в нескольких экземплярах. И сегодня вам можем даже ее предложить. А я вам буду что-то такое зачитывать из этой книжки сегодня в процессе концерта. Но песни, которые мы будем петь, они все очень-очень известны. И мы надеемся на то, что вы присоединитесь к нам и будете вместе с нами. Как и, собственно, и положено. Потому что Висбор писал свои песни для, скажем так, совместного употребления. Это песни, которые всегда писались для компаний. Поэтому на слетах и фестивалях авторской песни Акуджаву пели сильно меньше, вот правильно, Акуджаву пели сильно меньше, чем Висбора. Висбор был человеком своей эпохи. Он любил жизнь, любил женщин, любил свою страну, любил свою работу. За все хватался, и все у него получалось. Он был таким великим дилетантом. Кто-то опаздывает и кричит при этом. Вот. Ну, начнем. Мне Висбор, естественно, интересен прежде всего, мне как исполнительнице, как женщине. Он мне как раз интересен своей любовной лирикой. Впрочем, не только ее мы сегодня будем вспоминать, но ее прежде всего, потому что мне кажется, что таких вершин эротизма в авторской песне никто не достигал ни до, ни после, ни во время. Висбора. Вот. Так что давайте начнем. Да, и прежде чем мы начнем, по традиции представимся. Это будет уместно. Меня зовут Евгений Быков. А рядом со мной, вот с этой трогательной, очаровательной речью, выступала Лидия Чебоксарова. Вы нас, надеюсь, не перепутаете. Спасибо, Евгений. И мы надеемся на сотворчество с первых песен. Было бы здорово. Спасибо. Спасибо. Мне твердят, что скоро ты любовь дойдешь Мне бы только знать, что где-то ты живешь И клянусь, мне больше не надо Мне бы только знать, что где-то ты живешь И клянусь, мне больше не надо Снова в синем небе журавли трубят Я бреду покрасками листопада Мне бы хотя бы мелько поведать тебя И клянусь, мне больше не надо Мне бы хотя бы мелько поведать тебя И клянусь, мне больше не надо Дай мне руку сломать для меня Скажи, ты моя тревога и награда Мне бы хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь И клянусь, мне больше не надо Мне бы хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь И клянусь, мне больше не надо Ты у меня одна Словно ночи луна Словно степей сосна Словно в году весна Нету другой такой Нельзя какой рекой Нету цвету ванами Дальними странами Вы мне провода В сотнях города Вот и взошла звезда Чтобы светить всегда Чтобы гореть метель Чтобы стелить постель Чтобы качать всю ночь Мухлый белый дом Вот благород такой Делать солнце его Можешь отнять покой Можешь махнуть рукой Можешь отдать долги Можешь любить других Можешь совсем уйти Только свети, свети Ты у меня одна Словно ночи луна Словно в степи сосна Словно в году весна Нету другой такой Нельзя какой рекой Нету цвету ванами Дальними странами Спасибо Вы, наверное, знаете о том, что вот эту песню Юрий Висбор посвятил своей первой жене Аде Якушевой, с которой он как раз познакомился В этом самом легендарном пединституте И Ада Якушева отвечала ему Песни Тоже, да, взаимно Взаимностью и песни Вот, и даже в ней были совместные песни Хотя вот Таня Висбор Их тоже совместная, их песня Она рассказывает из воспоминаний своей бабушки Фрагменты О том, что сочинение песен совместно Всегда кончалось как-то очень Очень, очень Ну, очень драматично Это они спорили Они могли из-за какого-то слова поссориться И Ада хватала Татьяну Заворачивала ее в тряпочку Бежала куда-то в ночи И в стужу Обиженная вот тем, что Не сошлись они С Юрием Висбором в каком-то там Фрагменте Однако есть у них Песен у них совместных немного Вот мы сейчас с вами одну такую вспомним Да обойдут тебя лавины Да обойдут тебя лавины В непредугаданный тот час Снега со льдом наполовину Лежат как будто в запас По чью-то душу, чью-то душу Но я клянусь Не по твою От тебя и годы Не задушат тебя и годы Не убьют Ты напиши мне Напиши мне Не пленись И напиши Какие новые вершины Тебе видны Среди вершин И что поделывают Золи Твой синий путь Переходя И как дамбай Стоит в дозоре Подставив грудь Косым дождя А мне все чудится Ночами Тепло от твоего плеча Вот четырьмя крестясь лучами Горит в ночи твоя свеча Дожди Дожди Пролистывают Да ты Но видно мне И сквозь Пошли Стоишь ты Грустно Попадай И говори Не осудьли Пустяки Такое дело И осужу Не осужу Мне только знать Что снегом Белом Еще покрыто Сокручу Мне только знать Что смерть Бескором И что прожито Не жаль Что есть еще На свете гор Куда так просто Убежать Что есть еще На свете гор Куда так просто Убежать Еще не все разучили Да Евгений Николаевич Должна вас Так сказать Повестить О том Что Все что Мы сейчас Делаем Для Евгения Быкова Это Легкий Культурный Шок Потому что Все это Клянусь Где-то я Не первый Красный Фестиваль Все таки Это слышал Но чтобы играть Он к нам пришел Из рока В авторскую песню И немножечко Сейчас Постигает Новые Какие-то Способы Исследственные Художественные Выразительности Надо пришел И довольно давно Лет 23 Наверное Ну все Никак Например Вот смотрите Вот этот Классический Висборовский Бой Оказалось Что Женя Его не может Не может Не получает В нем Нет Трех лет Мне не хватило Чтобы постигнуть А может Если меньше Пятидеся То молодой Начинающий Это же А я поскольку Выросла Все таки В КСБ То для меня Это просто Элементарно Девочки Когда приходят В КСБ Не первое Что учится Это вызов Летский И конечно И вот Прищур Еще так Мудрый Так И прищур Поэтому я могу Избороветь Абсолютно Сходу Из положения Лежа Вечер бродит Вечер бродит По лесным дорожкам Ты ведь Вроде Любишь Вечера Подожди Тогда Еще Немножко Посидим С товарищами У костра Подожди Тогда Еще Немножко Посидим С товарищами У костра Вечер бродит Вечер бродит Вечер бродит Вечер бродит Ещё немножко посидим с товарищами у костра. Подожди тогда ещё немножко, Посидим с товарищами у костра. АПЛОДИСМЕНТЫ Безумно влюблённый в свою будущую жену, Этот писатель, поэт, режиссёр, актёр и журналист, писал ей «Здравствуй, моя рапсодия, моя симфония и все десять глав романов в стихах». Это письмо по её признанию вдохновило её на ответ, Ставший классическим. Как он начинался? Молодцы! Молодцы! Ты моё дыхание, Утро моё, ты раннее, Ты и солнце жгучее, И дожди. Всё себя излучаю, Стану я самой лучшую, По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Подожди тебя, да я Самой красивой стану я, Стану самой умною И большой. Пошёл, сколько лет, всё думаю, Но как мне найти звезду мою, А звезда рюк за заплечи пошёл, А звезда рюк за заплечи пошёл. Ты моя мелодия, Ты, вроде ты и вроде я, Мой моряк у вечности на краю. Спросят люди вновь ещё, Ну, как ты к нему относишься, Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Ты, моё дыхание, Утро моё, ты раннее, Ты солнце жгучее, И дожди. Всю себя излучаю, Стану я самой лучшую, По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Вот Юрий Ряшинцев пишет в своих воспоминаниях о том, как появился Висбор в институте. Появление Висбора в институте в сентябре 51-го года сопровождалось воплемо одной студентки, Расторотно обследовавшие Немногочисленных ребят-первокурсников. Девчонки, там один такой хорошенький. Хорошенький это очень подходило Юрке, Розовому, а ещё при этом легко красневшему блондину. Некоторое время мы, второкурсники, Относились к нему чуть снисходительно, Как к любому новичку институтского братства. Я думаю, Висбор имел некий мужской идеал, На который в молодости совершенно не походил. Он сознавал эту непохожесть, И осознанно или нет, Делал всё, чтобы от неё избавиться. И у него получилось. Зрелый Висбор, гружённый и армией, и альбургерями, Превратился в кумира тысяч, Увлечённых Хемингуэем, И мечаевших встретить его героя В отечественной жизни. Да, вот о сходстве Висбора и Хемингуэя Мы потом чуть позже поговорим. Вот, а сейчас К такой Лирической теме вернёмся, Любовной. Вы же знаете, что Висбор и Якушева расстались, Что Висбор Полюбил другую женщину. Он снимался в кинофильме «Ньюльский дождь». Там он познакомился с артисткой Евгением Ураловой И ушёл, так сказать, Участником, свидетелем Всех этих жизненных перипетий. Он Даже написал стихотворение, Посвящённое этому событию. Он рассказывает предысторию, Там, как Висбор ушёл к Ураловой, Там, как друзья Объявили Висбору байкот И не разговаривали с ним долгое время. Ну, потом как-то всё наладилось. И этому посвящено стихотворение «Помнишь доме на Неглинной». Дмитрий Сухарев. Помню, в доме на Неглинной Жили Висбор и Адель. Дом был сумрачный и длинный, Неуютный, как отель. Дверь к начальнику культуры, Он всё время на посту, А другая дверь к Аделе, Третья вовсе в пустоту. От того, что без начальства Нам культурно жить нельзя, Приходили очень часто На Неглинную друзья. Гостя парочка встречала И к столу его вела, И гитарочка звучала Над клеёночкой стола. Пели чисто, жили просто, На какие-то шиши. Было жанра первородства, Три аккорда, две души. На Неглинной модели, Где игрушки на полу, Пели, ели, песни пели, Дочь спала в своём углу. А теперь живёт богато Висбор вечно молодой, Не с Аделью, как когда-то, А с молодой кинозвездой. До того мила учтила, Что на что уж я хитёр, А взглянул на это диво, Только лысину утер. Я присёл на стуле чинно И услышал. Ну дела, Адка, Ай да молодчина, Снова дочку родила. Родила и взятки гладки, Если так, то всё по мне, Всё в порядке. Дочь у Адки, Три аккорда, Ночь в окне. Нам хозяюшка дофини, Что рассвет ползёт к окну, Висбор бодрый, Без лени, Лапой дёргает струну. Плоть умри, Душа воскресни, Пой нам висбор, Старый дед, Ведь от песенной болезни Нам не выздоровеется. Нет. Смирно, Дмитрий Светлев. Здравствуй, Здравствуй, Я вернулся, Я к разлуке Пригоднулся, Я покинул край, В котором Лишен небольшой Горь, Меж горами Перевады. В том краю Ты не бывала, Там звезда Есть голубая, В ней укладывала Тебя, Я здравствуй, Здравствуй, Друг мой вечный, Вот ты кофе, Вот и свечи, Вот созвездия Голубые лоты Мы вдвоём С тобой Наши дни Бегут к закату Мы, Как малые Ребята Всявшись За руки Клянемся То ли плачем, То ли смеёмся Здравствуй, Здравствуй, Милый, Зочи, Здравствуй, Храбрый Мой Погучик, Разрешитесь С тобою За звездою Голубою И на рыбок За хлебами И с корзинкой За хлебами И нести вдвоём В корзинке Наши жизни Полновеньки Здравствуй, Здравствуй, Я вернулся Я вернулся Вообще-то Львий Николаевич Он фаготист По образованию Значит, Лидер, Пытаетесь сейчас Как-то заполнить Образование Нет, Я просто пытаюсь Объяснить, Почему ты всё время Настаешь, А то, что я гитара Настрою А я думаю, Что ты просто Пытаешься заполнить Сознавшуюся паузу А я вообще Всегда говорю В таких случаях Всё это Входит в стоимость Билета Это Комплексно всё Сигарета К сигарете Дым под лампой Здравствуй, Вечер, Катастроф Час дождя Бродит музыка Печальная И слабая Листья Кружатся В снегах Переходя Везде Кружатся В снегах Переходя Наш невеселый Разговор И не Ко времени Ах, Как будто Был Ко времени Беда Мы так много Заплатили За прозвение Что, пожалуй, Обнищали Навсегда Что, пожалуй, Обнищали Навсегда Не пытаясь Ни лаской Ни жалостью Как ни странно Я на прошлом Не пущу Если можешь Ты прости Меня, пожалуйста Вдруг Вдруг Я тебя Когда-нибудь Прощу Вдруг Я тебя Когда-нибудь Прощу Синий дым Плывет над нами Мягкой Вечностью Черкнет спичка И сигарета Вспыхнет Вновь За окном С сантами Бродит Человечество Обокраденное Нами На любовь Обокраденное Нами На любовь Пусть нечего Нам больше Скрывать Все нам Всполнится На страшном Суде Эта ночь Легла Как тот Перевад За которым Исполнение Надежды Просто Прожитое Прожито Зря Но не в этом Понимаешь Лисой Видишь Падают Дождей Октября Видишь Старый дом Стоит Слит Лисой Мы затопим В доме Печь В доме Печь Мы гитару Позовем Со стеной Все Что было Мы не станем Беречь Ведь за нами Все мосты Сожжены Все мосты Все перекрестки Дорог Все прошептанные Клятвы В ночи Каждый Предал Все Что мог Все Что мог Понемножечко На дом Помолчил И слуга Войдет Заплывшись Вечом Стукнет Стар Я на ветру На ветру Ах Как я тебя Люблю Горячо Это годы Не затрут Не затрут Всех друзей Мы позовем Позовем Мы набьем Картошкой Старюз Спросят люди Что за шум Что за кром Мы ответим Просто так Просто так Просто нечего Нам больше скрывать Все нам вспомнится На страшном суде Эта ночь легла Как тот перевал За которым Исполнение надежд Просто прожитое Прожито зря Но не в этом Понимаешь ли сон Видишь Падают дожди Октября Видишь Старь Дом Стоит Средь Весел Просто прожитое Прожито зря Но не в этом Понимаешь ли сон Видишь Падают дожди Октября Видишь Старь Дом Стоит Средь Весел Вот хорошо И тихо И тихо И достойно Ни городов Ни шума Ни звонков Ветру открыты Все Четыре стороны Мачты сосны И парус Облаков Весел Стоит А в лодке не лёгся, не руля. И спать сырой травы шелтеет осень, Дышний солнце щиплет чапином. Ты говоришь, куда это нас носит? Ей несказанно так удивлена. Пересковый пуст, словно лодка, Недалёка, далёка земля. Пересковый пуст, словно лодка, А в лодке не лёгся, не руля. И грабливых слов не вынимая, Руки раскинув в небе пустой. Сюда плывёшь в синей поделанной, Сюда плывёшь в небе пуст, словно лодка, Недалёка, далёка земля. Пересковый пуст, словно лодка, Не водки, не вёзь, не руля. Пересковый пуст, словно лёгся, Пересковый пуст, словно лёгся, Вдоволь будет, вдоволь, За горизонт ушли, за облака. Только вот жалко, мебель изгдут меду Да и, пожалуй, этих мебель не отыскать Давайте обратимся, вернемся к институтской компании И вспомним Бориса Махнюка Он уже учился вместе с Юлием Висплом и Борисом Лешенцем На этом курсе, как он Лешенц учил Всегда с неизменной теплотой Мне чем эти воспоминания нравятся? Тем, что они могут быть смешными, забавными даже какими-то Но никогда неизвительными, они всегда очень такие цеплые В институте в Борьке было много забавного, непосредственного Я вспоминаю, как он, Висбор и я сочиняли что-то общественно необходимое Для чего нас отпустились лекции Юра, устав от дурацкой работы, вдруг спросил Бориса Борь, у тебя поэтическая техника хорошая? Борька ответила, что мол, да, ничего у него техника Юрка подбегнул мне А можешь, пока на руках стоишь, хорошую рифму придумать? Вахнюк немедленно встал на руки, чего делать, в общем, не умел И, называя мои Висбором слова, стал кричать вишмы Подруга, говорил Юра Севрюга, орал бурькой, падал Тут же пытался принять прежнюю неудобную позу Мамалыга! Висбор умирал со смеху Кандаплыга! Вопил Вахнюк все это нечто совершенно несообразное И все это было, казалось, вчера вечером Вот Вахнюк, он действительно стал Выдающимся литератором и журналистом, и поэтом Мы споем с вами Если вы, конечно, захотите Самой известной его песни Не говорят, какой резон Твоим палаткам на сниму Не говорят, не тот сезон А я иначе не могу А я люблю гонячий С пахучим привкусом дымка И все глядеть в глаза твои Зеленоватые слегка А я люблю гонячий С пахучим привкусом дымка И все глядеть в глаза твои Зеленоватые слегка Проснулся лес, костер погас Рассвет упал на тень мою Я это видел столько раз А вот теперь не узнаю Как потеплели небеса И как весна не далека А все они твои глаза Зеленоватые слегка Как потеплели небеса И как весна не далека А все они твои глаза Зеленоватые слегка С веселой ею народной С дымом палаткой в лесу Прощаться трудно, но домой Зато я песню принесу Про эти первые лучи Еще не смелые пока И про глаза, глаза твои Зеленоватые слегка Про эти первые лучи Еще не смелые пока И про глаза, глаза твои Ты зеленоватые слегка Еще один замечательный человек По воспоминаниям и Юлия Чешановича Кима И Юлия Ряшенцева Одареннейший человек был в их компании Это Владимир Красновский Мы его творчество знаем значительно хуже В общем, он умер молодым Он умер еще раньше Висбора Впрочем, Висбор уже был довольно болен Когда Красновский умирал И Ряшенцев вспоминает, что он как раз Не пустил Юру на похороны А Красновский звонил Висбору Перед смертью И все время говорил Помни об искусстве Думай об искусстве Думай об искусстве Такой вот был Замечательный человек На стихе Николая Забоцкого Владимир Красновский Целый день стирает пачка Душ пошел за водкой На крыльце сидит собачка С маленькой бородкой Целый день она харащит Умные глазелки Если в доме кто заплачет Загрустит в сторонке А кому сегодня плакать В городе Таруси Есть кому сегодня плакать Девочки Маруси А противели Маруси Петухи да гуси Сколько ходит по Таруси Господи Иисусу Петухи Кабы мне такие пенья Да такие крылья Полетела прямо в дверь Я бросилась ковылья Чтоб глаза мои на свете Больше б не глядели И духи да гуси Эти больше б не глядели Ух, как худо жить, Маруси В городе Таруси В городе Таруси Петухи Петухи Да гуси Господи Иисус Иисус И, наконец, Юлий Ким Юлий Ким Это, ну, конечно, всеобщий любимец Я не уверена, что сам Юлик помнит эти стихи. Все-таки они написаны были более полувека назад. Червивый гриб, кому ты нужен? Зачем ты мною обнаружен? Зачем вообще ты рос лес из кожи вон, позори лес? Жарище, лень ногами двигать. Та-та-та-та, увы, не помню текста. Бески в тисках. А надо радоваться, прыгать в тебя во враге отыскав. Теперь мы новый гриб отыщем. И вскроем, вдруг он нездоров. Из-за тебя не веришь тысячам нормальных, в сущности, грибов. Мне кажется, что в этом стихотворении Гима, одном из первых, он уже весь как на ладони, ибо совсем своим парадоксальным поэтическим способом рассуждать и способностью находить коллизию где угодно, чертой, столь необходимой для драматурга. В конце концов, в основе любых профессиональных достижений, личность. А личность Гим уникальная. Мы дружим в середине 50-х годов. Нам обоим порядком досталось за это время от жизни. Но он сохранил все ту же, хочется сказать, моцартовскую детскую непосредственность, какой отличался и в молодости. Я помню, мы куда-то опаздываем. Я останавливаю такси, он едет молча, забившись в угол. А когда мы, доехав, вылезаем из машины, потрясенно произносит. Ух ты! А я ведь первый раз в жизни на такси ехал. Потом подозрительно смотрит на меня и спрашивает с почти социальной обидой. А ты уж, наверное, раза три ездил. Комизм этой подозрительности в том, что Гим и зависть абсолютно несовместны. Петка, кто радуется так, чему он успеху и благополучию, как мой старинный друг, чьим девизом стала пушкинская помощь вам, друзья мои. Конечно, Ким вырос в действительно большого драматурга, вырос в большого поэта. Из этого смешного такого паренька, который писал про рыбу Кит. Кстати, песню про рыбу Кит он написал, еще даже не побывав на Камчатке, а только получив распределение на Камчатку, он тут же в общежитии сел и вот на радостях, так он был воодушевлен и действительно обрадован этим распределением, во что сейчас трудно поверить, правда? Он сел и прямо в общежитии написал песню про рыбу Кит, которую никогда в жизни не видел. На далеком севере Ходят рыбаки Кит, 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 и там за ней на сей не рек ходят рыбаки, но нет кита, но нет кита, но нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, ну да чего ж обидно. Когда ночью темною Вышел капитан Контантант И в трубу позорную Ищет он кита. Ну нет кита, но нет кита, но нет кита не видно. Вот беда, ну вот беда, Ну да чего ж обидно. Как-то юнга дудочки Бросил море, лот-лот-лот-лот, А эту удочку Клюнул кашалот. Ну вот беда, кит, Ну что за вид, Ну только ребра видно. Какой, худой какой, Ну да чего ж обидно. На далеком севере Ходит рыбаки, кит, А за ней на сей не рек Ходит рыбаки, Ну нет кита, ну нет кита, Ну нет кита не видно. Вот и беда, ну вот и беда, Ну да чего ж обидно. Юлия Ким, кстати, Очень много сделал, естественно, вы знаете об этом для нашего отечественного кинематографа. Вообще без него и без его замечательных партнеров-композиторов Дашкевича и Гладкова очень трудно представили наш отечественный кинематограф. Мы вам хотим сейчас напомнить писемку, Которая была написана через первая совместная работа Гладкова и Кима для детско-юнужского фильма Черно-белого Точка-точка-запятая. Точка-точка-запятая Вышла рожица смешная Ручки-ножки-огулечек Появился человечек, Что гулят в эти точки, Что построят эти ручки, Далеко ли эти ножки Уйдут его, Как он будет жить на свете, И за это не в ответе Мы его нарисовали Только и всего. Что вы, что вы, Это важно, Чтобы вырос на отважку, Чтобы мог налети дорогу Считать раз век. Это трудно, Это сложно, Но иначе невозможно, Только тогда Из человечка Выйдет человек. Впрочем, Знают даже дети, Как прожить на белом свете, Лягче этого вопроса, Нет ничего. Просто надо быть правдивым, Благородным, Справедливым, Участливым, Всего добрым, Только и всего. Как все просто удается На словах и на бумаге, Как легко на гладкой карте Стрелку начертить, А потом идти придется Через горы и обладим, Так что прежде человечек Выучись ходить. Как чудесно, Что однажды получается То, что раньше не умел, Но тот час же в далеке Обозначается Недостигнутый предел, И опять идешь, Пока не одолеешь И конца пути, Не видно, Но зато будет час, Настанет время, И однажды ты сумеешь То, что не умел еще никто. Точка, точка, запятая, Два кружочка местных глаз, Точка, точка, запятая, Это кто-нибудь из вас? В добрый путь, дорогой, Требует отваги, И мечтать, зовет, Искать и находить. Ты поднимешься на годы, И пройдешь через овраги, Только прежде не учись ходить. Точка, точка, запятая, Точка, точка, запятая. Еще одна песня, написанная для кинофильма, Правда, уже одна из таких поздних работ, Конец 80-х. Это был такой фильм-сказка «Раз-два корень, не беда». Сочинил сценарий к этому фильму, Сочинил Юли Ким, И он же сочинил стихи к песням. А вот музыку к этим песням Сочинил выдающийся Латышский композитор Ромаль Гринблат. И Юли Ким вместе с ним Создал не только этот фильм, Но и рок-оперу «Тиль», Которую никто никогда не смог поставить. Она невоплотима сценически. Я эту музыку слышала, И могу сказать, что это Пока средств художественной выразительности Театральных, чтобы это воплотить, Мы не имеем. Но тем не менее, Юрий Александрович бережно отдал папочку нам Для того, чтобы мы разобрали эти нотки, Посмотрели, как там что. В том числе там Песенка, которая, в общем-то, Уже звучала. Мы сейчас ее... Это укулеле, вы не пугайтесь. Это музыкальный инструмент Гавайский. Вот при помощи вот этой Гавайской гитары И вот этой вот лягушки Из мангового дерева Тайландской Мы сейчас споем русскую народную песню, Которую защищенную русский поэт Юли Ким И латышский композитор Ромаль Гринблат. В чистом, в чистом поле ветер свищет В синем, в синем небе горшу прыщет Это мой коль, белый коль Едет, едет, едет шагом над рекой Едет, едет шагом, едет шагом над рекой Ветер, ветер свистит, едет шагом над рекой Ветер, ветер свистит, задопьется Коржу, коржу, рыскнет Туда вернется, белый коль, белый коль, он все едет, он все едет, он все едет, он все едет, он такой Белый коль, белый коль, белый коль ия Впереди, нам при поле впереди, Друговерно войти. Кому я, кому вправо, Кому с нами по пути, Кому я, кому вправо, Кому с нами по пути. Впереди, на то, что Евгений Николаевич не зря брал в руки укулеле, мы вам сейчас исполним инструментальную композицию, которая называется «Сомбра», не «Соевский вальс». Она не имеет отношения ни к Юлию Висборру, ни к его друзьям. Это как к этому инструменту. Потому что, чтобы у вас не сложилось впечатление, что он совсем такой уж детский и ни на что не способен, я постараюсь как-нибудь все-таки раз в этом разубедить. И еще всякий раз, когда у меня в руках этот маленький инструмент, а у Либи стандартного размера гитары, я всегда хочу представить вашу картинку. Это разнообразие жизненных форм нашей планеты. Визуально, мне кажется, оно может выглядеть вот таким образом. Играет музыка 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 помогаем нашим друзьям из Кинска, которые издали эту книгу «Воспоминания Юрия Ляшинцева». Она у нас тоже есть «Несколько экземпляров». Это есть.